Всем привет! С вами Иксоген и сегодня мы посмотрим на фигурку Венома от компании Даймонд Селект Торис. Фигурка без коробки, так как была приобретена у моего хорошего знакомого и, к сожалению, он был уже без коробки. Давайте приступим к фигурке. Посмотрим, что у нее крутится, что у нее идет в комплекте. Ну, давайте начнем с артикуляции. Артикуляция. Голова полностью крутится. 360 в туловище маленько, маленько нагибается. Получается, она у нас в поясе. Это моя первая фигурка от Селект Торис. Я, конечно, был сильно удивлен, что она очень большого размера. И некоторые моменты меня очень поразили, то, что они очень красиво, качественно сделаны, а некоторые маленько поразили, то, что... Я много слышал, то, что у них спрятаны точки сгибов. На самом деле, где-то они хорошо спрятаны, а где-то их видно очень хорошо. Да, я вам все покажу, расскажу. Давайте так. Получается, руки у нас вверх не поднимаются. Все это максимум. Они крутятся. Что это? 60. Так. В локте, вот что я и говорю, в локте у нас идут странный такой изгиб. Так его не видно. Все аккуратно. А так немыслимые формы. Лапы. Его ужасные руки. Когтистые. Ноги также крутятся вперед-назад. Это вот максимум у него. Задний мешает. Шпагат, он не сядет. Но опять же, смотрите, если пытаться его поставить в широкую стойку, то у него будет хорошо видно. Видно, не видно. Сейчас фокус настройка. Вот. Такой вот немыслимый изгиб. Почему-то неизвестно, зачем сделали точку артикуляции в мышце. Многие обычно делают ее так, чтобы было сильно незаметно. но почему-то сделали снизу. Колено огнется. Тоже получается. Когда сгибается, то становится такой немыслимый сустав. так, и все. По кругу не крутится. Только одна. Но с ним шла очень такая занимательная вещица. Такая, как накладная спина, что ли, дополнительные руки, головы и все остальное. вот так он выглядит вообще в коробке он выглядит. Четырех руки, на самом деле, он шестирукий. К нему еще идут вот такие руки. Это, блин, просто немыслимо. укрепляются они к рукам. Получается, руки на руках. Ужас. Ужас. Куда катится мир? В моем представлении первый раз, где он так я видел то, что в каком-то комиксе он так себе ужасно вел. То, что или психовал так сильно, что его так перло. У него шесть рук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, дополнительных уголов, помимо своей основной. Опять же, голова снимается и ставится в боже, что же это? Вот такой ужасный Эдди Брок. Язык просто вообще из ниоткуда просто кошмарная прорисовка очень хорошая. Качественно выполнена вся покраска за исключением задних полосок. Давайте мы ее снимем. Это просто ужас. Вообще не знаю для чего она вообще у меня лежит в коробке стоит если посмотреть достаточно не точная прокраска. Видимо, краски не хватило, что ли. Ну вот. Давайте тоже снимем эти дополнительные руки, которые ему тоже совершенно непонятно для чего. Голова кому-то нравится. Хочет так поставить на полку. Мне такое не нравится. Мне больше нравится и вот третья голова. и третья голова это классический веном. Всего такими запятыми глазами с таким очень мерзким языком. На самом деле кто хочет язык тоже вытаскивается и такой Яджи Гурда такое достаточно тоже страшное это. Мне больше нравится с языком так как он любит свой язык всегда показывать. В фильме в комиксах очень часто демонстрирует свой длиннющий язык так же как и здесь вот просто ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле просто блин фу зачем я это сделал. ну скажем так а еще чуть не забыл еще есть у него вот такие сменные руки в виде кулаков здесь есть отверстия из которых он выпускает паутину самое интересное что он выпускает выпускает их сверху кисти а не запястья как человек-паук ну видимо так как-то как придумали не хотели чтобы он сильно повторялся не был похож на человека-паука был полной противоположности фигурка большая она ростом у меня выходит на около 20 сантиметров обычно фигурки даймонд селектоис идут от 18 сантиметров это 7 дюймов по американским меркам у нас не Америка и у нас сантиметры вот ну на этом можно закончить фигурка очень качественная очень классная будет радовать всех коллекционеров кто любит фигурки по вселенной Марвел все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем спасибо всем пока